Заплати налоги и спи спокойно. Скажи нет зарплате в конверте. Наглядная агитация волей-неволей заставляет задуматься о своей налоговой истории. За 7 месяцев текущего года темп роста налоговых поступлений существенно увеличился. Несмотря на это, в республике еще остаются неплательщики налогов. Михаил Игнатьев встретился с руководителем Федеральной налоговой службы Почувашии, чтобы прояснить ситуацию. Руководитель налоговой службы отметила рост собираемости налогов в бюджете всех уровней. Темп роста у нас составил 14,2 млрд рублей. Это на 1,318 млн рублей больше от аналогичного периода прошлого года. Темп роста у нас порядка 10% идет. Если мы говорим чисто про республиканский бюджет, здесь поступление в данный вид бюджета составило 12,2 млрд рублей. Это на 1,340 млн рублей больше от аналогичного периода прошлого года. Марина Петрова отметила, что совместная с органами власти работа с неплательщиками приносит хорошие результаты. В частности, от предприятий, руководителей которых вызывали на совещание правительства, в этом году в казну же поступило свыше 50 миллионов рублей. Но добросовестных плательщиков все-таки больше. Есть предприятия, которые из года в год лучше работают, все налоги во все уровни бюджета отчисляют. Хочется только выразить слава богатства таким налогоподельщикам, потому что они, как патриоты своей любимой России, отчисляют и федеральные налоги, и оригинальные налоги, и местные налоги. Они даже не думают, как бы использовать или попытаться использовать какие-то серые схемы. Глава Чувашия выразил готовность к дальнейшей совместной деятельности с управлением Федеральной налоговой службы по Чувашской республике по мобилизации доходных источников.